всем привет с вами аккума и сегодня нахожусь в кошечке кофе в одном из моих самых любимых мест где мне только удавалось побывать и как следует из описания здесь есть кофе и здесь есть чай самых разных вариациях начнем пожалуй именно с кофе чем это место вообще отличается от многих мест где вам могут сделать кофе с собой но здесь его еще вам разве смогу продать чем он отличается если во многих других местах вы выбираете кофе вы выбираете только вариацию итогового напитка который вам сделал то есть будет ли это раф будет ли это латте америка на капучино и так далее вы выбираете зачастую только это и хорошо если это будет хорошее зерно здесь же вы кроме вариации кофе выбирайте еще и вариацию зерна что вариативность вашего напитка на сегодняшний день увеличивает просто сто крат здесь есть кофе плантационный здесь есть кофе из серии микролот то есть ограниченные партии здесь в принципе покажем показано на эти кетках степени обжарки показан какой будет примерный раскрывающийся аромат который вы можете почувить банан вот здесь орех карамель белый шоколад малина я практически все из кофейного ряда представленного пробовал и это действительно очень вкусно и действительно ощущается по-разному есть элитный плантационный кофе есть вот что более всего мне нравится здесь есть кофейные смеси в которых разное разное сочетание разный баланс вернее арабики и робусты мне вот например нравится вот этого жгучая смесь 50 процентов арабики 50 процентов рабуста и здесь как бы это все есть в разных сочетаниях здесь например 90 процентов арабика 10 процентов рабуста то есть кофейные смеси в достаточно богатом богатом выборе также есть кость вкусно старый стал есть десертные сорта они обжарены в кондитерском сиропе то есть вы получаете ну действительно не химический вкус а достаточно такого природного характера то есть это действительно приятно как не хоть и просто зерно так и вкушать и чувствовать аромат уже готового приготовленного кофе то есть это действительно очень круто и здесь вам его сделать могут как вы только готовы извратиться вам его тут сделают вот недавно как раз вот че гевару я вам уже показывал 50 на 50 процентности арабики и робусты я ее смешал с десертным зерном рафаэлло у которого такой миндально-молочно-кокосовый вкус и в одном из предыдущих роликов я рассказывал о балансе сахара и соли в кулинарии и вот бариста добавил мне туда небольшое количество сахара и позволил самому присолить это кофе и получилось получилось просто волшебно в общем здесь есть действительно возможности свой экспириенс значительным образом в плане кофейного мира расширить здесь есть чай зеленый чай черный чай розовый чай желтый чай в общем то здесь вкусный и нужно обратить внимание каких разных составов здесь чай бывает вот например восьмое небо чай цейлонский здесь ягоды годжи клубника малина лепестки сафлора синего василька цветки лаванды и я вам потом обязательно чуть позже покажу визуальную демонстрацию некоторых представителей вот этой вот большой чайной карты чтобы показать что согласно заявленной этикетки эти ингредиенты там есть они реально там есть я был в шоке когда вот вообще первый раз здесь появился такие отличные навыки съемки а вот анчан очень интересный чай бобового растения и чем он интересен он интересен своим эффективным хотел сказать видом видом эффектным при заваривании он становится цвета от лазурного до такого темновато синий очень интересный здесь есть пуэры здесь есть какие-то в общем-то экзотические представители флоры которые можно заваривать вот загандалия это забайкальское растение я его когда такое бывает время когда приходится чем-то много заниматься и это что-то много и сильно выматывает заваривают мне здесь пуэр саган дайлей и это действительно бодрящий напиток который поднимет вас на ноги даже к вечеру тяжелейшего дня сделает вас снова бодрым как-то раз я давал человеку такому достаточно в возрасте попробовать эту дикую смесь и этот человек чуть не бегал против этого чудесного напитка вот пуэры здесь есть разных видов я имею ввиду по по многолетности каждого отдельно взятого пуэра есть постарше есть помладше тоже как бы для любителей вот этой вот особой ферментации подобного чая масала есть черный чай это такой очень достаточно известный с добавлением специй тут перец черный имбирь корица гвоздика кардамон в общем про все рассказывать я не буду но вот перейду плавно и демонстрации визуально если будет фокус фокуса не будет фокус есть вот например алтайский караван здесь есть морковка здесь есть еще с возьму ложечку здесь есть белая хризантема и белая хризантема вот что важно в чая кроме вот вкуса важно важно визуальная составляющая особенно если вы завариваете в каком-то заварочном чайнике прозрачном стеклянном да вы сможете увидеть всю эту красоту и кроме вкуса чай повлияет еще и на ваше настроение безумно вот своим именно видом красоты здесь есть лепестки розы что касается вопроса о ценовой категории тамошнего продукта то здесь все относительно пакетированный чай или гранулированный кофе по цене находится уже не так далеко кроме этого от качественного кофе или чая чувствуется насыщение напитком больше а соответственно пьешь его реже соотношение цена качество в данном месте более чем шикарные на самом деле в кошечке так и называют регулярные покупатели хороший продукт это только половина очарования вторая половина положительных эмоций кроется в отношении к покупателю как к новому так и завсегдатую вам все покажут все расскажу да на дорожку еще доброе слово молит продавцы более чем разбираются в своем товаре не раз был свидетелем помощи выборе человеку который уже хорошо разбирается в чайно-кофейном мире так и новичку я сам вникал и вникают до сих пор в хороший кофе именно там не знаю что еще и добавить каким колдунством они там пользуются но посещаю я это место на регулярной основе а с вами была кума и мы скоро увидимся и и Продолжение следует...